Всем доброе утро! Я сегодня проснулась, у меня было такое чудесное настроение с самого утра, потому что на улице солнце. Я просто обожаю солнце, это для меня просто всё. Ну то есть вот если на улице светит солнце, я могу делать всё, что угодно, у меня прекрасное настроение, мне ничего вообще не может огорчить абсолютно. Но всё равно немножечко холодно на улице, уже даже не немножечко, уже у нас заморозки. И я, наверное, сегодня сделаю такой домашний влог, не знаю, пойду ли я на улицу, может быть я выйду и возьму вас также с собой. Но сейчас покажу вам, что у меня будет на завтрак и увидимся с вами позже. Так, я сейчас себе буду делать свой зелёный шейк. Вот, я, наверное, 5 месяцев уже как перешла на веганство и вот теперь я стараюсь кушать полезную еду. Овся, фрукты это моё всё. Вот, у меня любимый шейк это из шпината. Но сейчас у меня замороженный, потому что я просто не успевала его съесть и он бы у меня испортился. Слишком много обычно покупаю сразу. Вот, люблю делать со шпинатом, с бананами и добавлять авокадо, потому что получается такой очень классный кремовый вкус у него вот. Ну, ещё добавлю яблочко для объёма. Вот, обычно всё это просто размешиваю в блендере, добавляю туда семена чия обычно. Какие-нибудь, может быть, ягоды годжи добавляю, хотя я их уже в последнее время не очень люблю есть. Вот, и просто всё это взбиваю в блендере и такой замечательный у меня получается завтрак. Ну вот, я уже приготовила мой шейк, значит, положила 2 банана, не стала класть яблоко, потому что и так уже было много всего. Положила 2 банана, весь шпинат, что у меня был и половинку авокадо. Мне очень нравится делать именно с авокадо. Он абсолютно никакого вкуса не имеет, но получается очень такая кремовая консистенция. Вот, мне уже сейчас не терпится его выпить, так что сейчас буду пить. И потом покажу вам, хочу показать вам кое-какие покупочки, которые я вчера сделала. Хотела ещё показать вам, что я сделала недавно веганские конфетки, мои любимые. Вот, я их делаю из фиников. Так, что я туда добавила? Финики. Орешки. Мне больше нравится, как получается с фундуком. Семена чия, ваниль и обваляла всё это в кокосовой муке. Тоже, наверное, сейчас съем пару штучек. Они очень-очень насыщают хорошо, так что, вот, мне хватит, наверное, энергии на всё утро. Так, я уже покушала. Вот, хотела показать вам то, что я вчера купила. И также мне пришла небольшая посылочка с Айхёрба. Вот, вчера купила, зашла в планету Органику. Такой вот натуральный скраб для тела. Грис. Вот, скраб с греческими фисташками и органическим финиковым маслом. Вот, он мне понравился очень, как он пахнет. Такая вот у него структура, такая сахарного скраба. И пахнет он, наверное, скорее всего, фисташками. Такой ненавязчивый запах, приятный. Вот, у меня когда-то был из такой же серии скраб, по-моему, какой-то сибирский, там, с клюквой или что-то в этом роде. Мне он понравился очень. И, ну, довольно такая большая банка. Стоит, в принципе, недорого, там, 250 рублей, по-моему. Вот, поэтому, что мне захотелось вчера, у меня кончились все скрабы. Мне захотелось купить, и я вот решила купить именно такой. В ритуале купила пару кисточек. У них очень неплохие кисти. Вот, я купила одну номер 214 и вторая 218 номер. Одна кисть-карандаш и вторая для нанесения и растушевки. Также хотела показать, что мне пришло сахер. Такая вот мольпусенькая посылочка мне вчера пришла. Я ее вчера заходила, забрала. Вот, такой заказала себе крем для рук Madre Labs. И крем для рук без запаха. Я не помню, почему я его заказала. Наверное, потому что на него была скидка. Да, да, на него была очень большая скидка. Он, по-моему, стоил 8 долларов. А я его заказала всего за 10 центов. Вот, ну, мне просто надо было как-то что-то еще доложить в мою посылочку, чтобы не совсем вот эти вот мне 4 штучки пришли и все. И мне он понравился. Довольно-таки неплохой, без запаха. Он с органовым маслом. Хорошо так питает и уложняет кожу. Вот, ну, лучше им пользоваться на ночь, потому что такой немножечко все-таки жирноватый он. Вот, также заказала себе свою любимую пудру. Точнее, даже 2. Мне очень понравилась вот эта пудра. Я ее заказывала, наверное, год назад. Honey Bee Gardens. Это минеральная пудра. Вот, сначала я ее заказала. По-моему, я заказывала ее в прошлом летом первый раз. И так как обычно я загорела практически круглый год, только в этом году я никуда не ездила, потому что летом работала. И обычно у меня такой достаточно темный тон кожи. И когда эта пудра пришла мне, она мне оказалась довольно светлой. Поэтому я сначала как-то ее не оценила. Она у меня лежала несколько месяцев. И я начала зимой пользоваться этой пудрой. Мне безумно понравилась. Она абсолютно натуральная, органическая. Вот это вот у меня оттенки Supernatural. Состоит только из натуральных ингредиентов. Здесь, по-моему, даже есть природный SPF. Заказала в этот раз в двух оттенках. Вот этот посветлее, который у меня был, и потемнее. Вот этот посветлее, в принципе, если я загорела, можно закреплять ее консилер под глазами. Тоже будет неплохо. И вот этот я взяла уже на такое время, когда я буду загорелая. Там на лето или если поеду куда-нибудь. Также заказала два карандаша для губ. И я обожаю просто вот этот карандаш. Именно в оттенке Spice. 1905. Заказала сразу два, потому что, ну, достаточно быстро они стачиваются. Потому что, ну, такие они довольно дешевенькие. Вот с каждым карандашиком идет точилка в комплекте. Мне очень нравится этот карандаш, несмотря на то, что он стоит там полтора доллара, по-моему. Вот именно этот оттенок мне нравится. Я пробовала его в трех оттенках, но вот этот полюбила больше всего. Такой оттенок губ, знаете, ну, примерно как у Kylie Jenner получается. Вот. На каждый день очень хорошо. И мне что нравится, что они достаточно стойкие, да, несмотря на свою цену. Довольно стойкие карандаши. Так, это снова я. Я, как видите, уже накрасилась. И все-таки решила пойти погулять, потому что очень хорошая погода на улице. Солнечно. Вот, накрасила зачем-то ногти перекрасила. У меня был красный лак, накрасила темно-зеленый. Сейчас жду, пока они у меня высохнут, и уже буду выходить. Мне написала подружка, она меня будет ждать в центре. Так что мы с ней погуляем. Может быть, даже возьму с собой камеру и что-нибудь там поснимаю. Хотела вам еще сказать, что я сейчас вот накрасилась вот этой тушью Chanel. Le Volume de Chanel Ultra Noir. Это, по-моему, новый оттенок. Я не знаю, я никогда не пользуюсь этой тушью, если честно. И это такой оттенок угольно-черный, насколько я поняла. И мне она так понравилась. Смотрите, какие мне ресницы. То есть, с первого раза, да, с первого нанесения, с одного слоя. Она делает потрясающее удлинение, объем. И такой классный черный угольный цвет. Вот, в общем, сейчас будем ходить. Думаю, что, может быть, даже куплю себе полную версию. Все, в общем, я пошла собираться. И, может быть, скоро увидимся с вами. Субтитры сделал DimaTorzok Еще раз посмотрите, пожалуйста, я что-то не запомнила. Друзья, я не запомнила. Пойдем, Майя. Я поржала. Здравствуйте, Татьяна. Татьяна, сзади. Поведайте нам что-нибудь. Пойдем сзади. Вы сейчас находитесь рядом с Русским музеем. Здесь вы можете увидеть много картинок, сожалению. Мало. А, по-пауся, туристов. Она, по-пауся, по-пауся. Она, по-пауся, по-пауся. Что? По-пауся. Да, я по-пауся. Проводим. Мы можем guide you if you want. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok